Здравствуйте, с вами выпуск гражданских новостей команды Активатики. Внимание всей страны приковано к протесту против полигонов мусорных в Подмосковье. И 9 апреля в Москве состоялась яркая красивая акция, акция солидарности с волоколамцами, которые борются против полигона Ядрово. Ребята развернули баннер в защиту волоколамцев против свалки Ядрово, зажгли фаеры и прошли с требованием губернатора в отставку. Чиновники жируют, дети задыхаются, свалку закрыть. В тот же день 9 апреля на заседании городского совета Волоколамска получилось жаркое обсуждение. Дело в том, что местное самоуправление в лице муниципальных депутатов решило поддержать инициативу людей, граждан и провести референдум по вопросу закрытия полигона ТБО Ядрово. Вопреки решению области. Что хочет областное правительство? Областное правительство хочет просто построить газоотвод и отводить вот этот свалочный газ полигона Ядрово. Но это не устраивает волоколамцев. Почему? Потому что фильтрат останется и фильтрат будет продолжать впитываться в землю и в реку. Это совершенно не решение вопроса. Надо отдать должное главе Волоколамска Петру Лазареву, который пришел на это совещание и своим присутствием поддержал муниципальных депутатов. И все-таки состоялось голосование и было принято решение, что референдуму быть. Несмотря на обещания властей о резком сокращении ввоза мусора на полигон Ядрово, этого не произошло. По ночам к полигону выстраиваются километровые очереди из мусоровозов. В своем чате волоколамцы делятся информацией. Официальная статистика по подсчетам машин до 21.00 выкладывается на сайт районной администрации. А те машины, что приезжают после этого времени, учету не поддаются, а их намного больше. В ночь на 12 апреля жители в очередной раз пытались заблокировать ввоз мусора на свалку Ядрово. И один житель даже лег под колеса мусоровоза. Вместо того, чтобы принимать меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, власти включили репрессивный аппарат. И утром 13 апреля прошел опыск в здании «Блоколамской недели», газета, которая писала о ситуации со свалкой Ядрово. Денис Кунев, защитник арестованного на 15 суток активиста Артема Любимова, сообщил об обысках в квартире у Любимова и в квартирах у других активистов. Но помимо обысков у активистов произошел обыск у мэра Волоколамска, Петра Лазарева, что, честно говоря, совсем нестандартный ход, потому что раньше, как мы знаем, у мэров ничего не искали. И обыск этот начался в лучших сталинских традициях, в 4 ночи. Ворвались силовики в дом к Петру Лазареву, все перевернули вверх дном. Обыск шел с 4 ночи до 10 утра. И сам мэр в настоящий момент, вот на момент, когда мы записываем нашу передачу, он задержан и находится в здании местной администрации, где тоже проходит обыск. Петру Лазареву вменяют статью мошенничества в особо крупном размере. И сын мэра Волоколамска утверждает, что отцу раньше угрожали из-за того, что он разрешал митинги против свалки. Но он все равно согласовал митинг 14 апреля и уверен, что обыски происходят как раз из-за этого. На вопрос к сыну мэра, что за информация проходит в соцсетях и в чатах, что якобы вот его отец говорит, что волоколамцам надо сохранять спокойствие и бездействовать, сын Петра Лазарева ответил, что ничего подобного его отец сказать не мог. И этой информации точно не распространял. В ответ на мощный выброс свалочного газа 13 апреля мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил следующее. «Несмотря на обещание, ввоз мусора на Ядрово не только не сократился, но многократно возрос. По ночам происходит сдавливание тела полигона новыми массами отходов. И из него выходят ядовитые газы, которые травят весь город. Все мои родственники живут в Волоколамске и чувствуют эту воду». В ответ на события вокруг мэра Волоколамска жители отреагировали следующим образом. Они сейчас обсуждают возможность стихийного несанкционированного митинга в поддержку мэра перед зданием местной администрации. И, конечно, жители Волоколамска выйдут на митинг, который запланирован на 14 апреля, против мусорного полигона Ядрово. У репрессивного аппарата наметился новый тренд. Мятежных мэров, которые поддерживают народ в требованиях своих законных прав дышать чистым воздухом, власть начинает очень жестко прессовать. И только что я рассказала вам, что делают с мэром Волоколамска Петром Лазаревым. Вот аналогичная ситуация происходит и у мэра Серпухова. У Александра Шестуна. Дело в том, что Александр Шестун уже долгое довольно время, практически год, поддерживает жителей Серпухова в их борьбе против полигона с издевательским названием «Лесной». Потому что полигон этот никакой не лесной на самом деле, никакой не экологический, он ужасный. Это полигон, который работает с нарушениями. Почему? Потому что он принимает количество мусора, которое втрое превышает его способности к приему мусора. И на этом полигоне отсутствует сбор фильтрата. Это того самого ядовитого вещества, которое очень опасен и которое впоследствии отравляет землю и воду. 9 апреля утром в администрацию Серпуховского района Подмосковья нагрянули маски-шоу. Неизвестные мужчины крепкого телосложения с балаклавами ворвались в здание. На попытке выяснить у них, из какого они ведомства, по какому они делу пришли, те отвечали просто, без комментариев. За два дня до этого события Александр Шестун, глава Серпуховского района, обратился к своим избирателям и рассказал, что ему поступают угрозы. 5 апреля ему позвонил заместитель губернатора Воробьева Михаил Кузнецов и потребовал отменить согласованный Шестуном митинг за закрытие свалки Лесная. Он также сказал, чтобы Шестун не участвовал в предстоящих выборах главы района, пообещал взамен ему какую-то должность и дальше угрожал уголовным делом. Но Шестун заявил, что не подчиняется требованиям помощников Воробьева и что митинг состоится в любом случае. Александр Шестун считает, что акция маски-шоу – это просто акт психологического устрашения. По словам мэра, люди в масках угрожали ему, заявляли, согласуете митинг, вам конец, не дадим устроить второй Волоколамск. А на его просьбу закрыть свалку Лесная ответили, свалку закрыть невозможно, мусор девать некуда. Интересный наметился тренд. Дело в том, что мы впервые видим, что у мэров, которые поддерживают требования народа, происходит конфликт с губернатором Московской области. Раньше такого не наблюдалось, было единство. Ну а теперь мы видим, что у Александра Шестуна конфликт с Воробьевым, это губернатор Московской области, длится аж целый год. Чем же так не нравится Воробьеву Шестун? Ну, конечно, тем, что он не только участвует в митингах против свалки Лесная, но даже организует их. Вот как, например, митинг, который состоится 14 апреля. Но помимо этого, Александр Шестун был одним из тех, кто выступал против объединения поселений Сиропуховских в единый округ. 11 апреля состоялось очень важное событие. Суд по иску районной администрации Сиропуховского района к ООО «Скайвей», который обслуживает полигон ТБО «Лесная». Арбитражный суд Московской области постановил, что дальнейшая эксплуатация в свалке Лесная в Сиропуховском районе Московской области запрещена. Это судебное решение пока что еще не вступило в силу. Но это важный прецедент, который показывает, насколько важна консолидация между активистами и местными властями, которые поддерживают активистов. И что вот такая связка, она, собственно говоря, приводит к победе. Очевидцы рассказывают, что акция началась 25 марта в воскресенье. В тот день народ был возбудоражен, ну, во-первых, событиями в Волоколамске, где дети отравились свалочным газом. А во-вторых, тем, что на Воловичах тоже накануне произошел выброс сероводорода. Люди очень боялись, что Коломену постигнет участь Волоколамска. Ну, в общем, около полигона собралось несколько сотен человек. Они стали ходить по пешеходному переходу, не пропуская мусоровозы из Москвы. Это продолжается до сих пор. Обычно дежурят 10-20 человек. Но весь город через соцсети и чаты следит за тем, что происходит. И если что, люди сразу собираются. Люди добиваются полного запрета на ввоз мусора из других городов. Когда такой документ федеральной или областной властью будет подписан, вот тогда люди начнут обсуждать, что делать дальше. И каким образом полигон рекультивировать. Но вместо диалога, к сожалению, и вместо того, чтобы решать вопрос, власти в Коломне ведут себя очень глупо. А именно, они подсылают силовиков, которые активистов запугивают тем, что возбудят против них уголовные дела по экстремизму. Волна акций против мусорных полигонов по антимусорной тематике прокатится по всей Московской области 14 апреля. Акции пройдут в Волоколамске, Коломне, Серпухове, Дмитрове, Лобне, Сергиевом Посаде, Подольске, Клину. Наступает очень важный момент, когда под действием народных требований местная власть вынуждена идти на поводу у народа и вынуждена выполнять эти требования. И мне кажется, что дальше этот тренд будет только нарастать. Редактор субтитров А.Семкин